Слава Господу, братья и сестры! Да будет милость Божья над всеми нами! Как приятно, братья и сестры, переживать Божьи прикосновения и Божью благодать! Нет ничего лучшего в нашей жизни, как видеть Господа, как чувствовать Его, что Он рядом с нами. И это слово, которое мы читаем в книге Священных Писаний, где вас двое или трое, там в вашей комнате, братья и сестры, где вы находитесь. Вы ощущали Божье присутствие и Божью силу и Божью благодать, где двое или трое собраны во имя Мое. Там и Я посреди вас. Да будет Божья милость над нами! А сейчас мы объявляли, что сегодня еще будет такая возможность пронести наших деток. Слава Господу! За эти дни очень много родителей, которые принесли свои подарки. Лучшего подарка нет! Как держать на руках, значит, сына или дочь, ни за что не променяет отец и мать. Вот подарок этот, который дал Господь. Я коротко, уже у нас в молитве время, еще наши братья и сестры пропоют Псалом. Я прочитаю Месячное Писание, Ивангелие от Марка, 10 глава. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознигодовал и сказал им, Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Исину говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Братья и сестры, мы объявляли, что в этих служениях, которые у нас будут, родители приносите деток своих. И уже, я думаю, где-то около трех недель, наверное, и утром, и вечером родители приносили своих деток. Но было объявление. А то объявления не было. Христос был, и кто-то первый несет своего ребенка. Господь. Ученики не допускают. Возбраняй. Куда? Стоп, подожди. Есть другие, более важные вопросы. Куда ты своим ребенком? А мама или отец несут. Господи, руку положи. Господи, слово скажи. Без всякого объявления. И как бы сговорились. Все начали нести детей к Христу. И тут же ни одна мама, ни один отец там с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны несут. И ученики уже не справляются, чтобы не допускать. Вот это, братья и сестры, как Господь устроил. И Господь сказал, оставьте. Не препятствуйте. Пусть приносят ко мне. Таковых есть в царстве. И с этого взял пример. Если не будете как дети, то вы не войдете в царство небесное. И мы посмотрим, как эти детки, которые на наших руках. Какие милые, какие красивые, какие любезные они. И Господь говорит, чтобы когда дети подрастают, чтобы мы были как дети. А сейчас деткам, которые вы дома слушаете, мама и отец вас любят. Как вы думаете? Я думаю, сильно любят. А когда вас дисциплинируют, наказывают, тоже любят или нет? А ну подумайте. Когда вы непослушные, и они, бывает, помогают вам слушаться. Они тоже вас любят или не любят тогда? Вы знаете, детки, что говорит Священное Писание? Всякий отец, то есть и мать также, который любит сына своего или дочь, они с детства воспитывают его, наказывают его. И Божество говорит, не жалей розги для сына своего в последствии. Это будет большая благодарность и большая помощь. Так что, детки, когда родители, вы непослушные, когда родители вас дисциплинируют, это также любовь. Никогда не будьте недовольны на маму, на отца. Это неправильно. Божество говорит, всякий отец, который любит сына своего, он воспитывает его. И я желаю, детки, чтобы вы были послушные, чтобы вас родители не наказывали, не дисциплинировали, а чтобы вы всегда помогали маме и отцу. И когда позовет вас мама, чтобы сразу бежали. Мама, ты меня звала? Что? А, посуду помыть? Хорошо. А, убрать? Хорошо. А на это будет смотреть Господь? Конечно, Господь смотрит. Вы помните, детки, кому Господь заговорил? К одному послушному мальчику, который слушался престарелого дедушку. И ночью, когда все спали, он услышал, кто-то его зовет. И назвали его имя. И он встает и бежет, говорит, дедушка, ты звал меня? Он говорит, нет, я не звал тебя. Иди назад, отдыхай, сынок. Завтра утром вставать, двери дома Господнего открывать тебе. Сейчас иди, отдыхай, спи. Прошло немножко времени, он снова бежит. Детки, вы знаете, кто я такой? А ну скажите маме и папе, кто я такой был, если знаете? Да, это был великий пророк в Израиле Самуил. И тогда, когда он уже третий раз пришел, и этот дедушка Самуил, священник, он понял, что зовет этого мальчика Господь. А он послушным был, видите? Если вы будете послушным, Господь вас употребит в своей церкви. И вы будете трудиться, и Господь вас благословит. Желаю вам благословения. И также родители, братья и сестры, тяжелое время. Вы видите, какое тяжелое время? Мы никогда не ожидали такого времени. Но сейчас тяжелое время, особенно для детей наших. Когда Сатана открыл для них все двери. Как нужно стоять в страхе пред Господом? Я хочу оставить место, а вы порассуждайте. Уже я не буду говорить. Божество говорит, смерть вторгается в окна наши, чтобы забрать детей с улицы и юношей с площадей. В наши окна вторгается смерть. Из нашего дома она ищет, где наши дети. На улицах, на площадях. И старается забрать. Стань возле этого окна, дорогой отец. Стань возле этого окна, окна. Не допусти смерти. Чтобы она вторгнулась и забрала самое дорогое, дитя твое. И если там будет сторож стоять, он не позволит, чтобы это смерть. Это беззаконие. Нечистота, а грех. Написано, похоть рождает грех, а зелень грех рождает смерть. Чтобы она вторгнулась в наш дом, в нашу семью. И нанесла урон, непопротивимый урон, забравший сына или дочь. Сохрани, Господь. Дай Божьи нам силы, отца и матери, стоять на страже. А сейчас, братья и сестры, по домах мы будем молиться за наших деток. Снова есть детки. Благодарим нашего Господа. Давайте мы все встанем на наши ноги. Споем псалом. И в это время, родители, только они вместе, так станьте, здесь так, своими детками. Мы помолимся за вас и за деток ваших, чтобы Господь благословил. Боже, отче, мы до Тебе с верою идемо. Цю семейную потребу разом несемо. Боже, 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 Бог, Господь, Слава Тебе, Дитя, Пусть, сходи, Весьмитый руки все его життя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Брат Павел, так проведи всех деток Братья и сестры, я посмотрю, но я не знаю Или я уже старше стал, не знаю Но мне такие они прекрасные Не знаю, кажется Кого не возьмешь И каждый обладает своей красотой Как и своей миловидностью Возьмешь и не знаешь, как на руки взять Я помню, когда первый раз брал своего сына Боялся Говорю жене, слушай, он шевелится Как же его держать надо Так переживал А сейчас другие переживания Чтоб Господь сохранил их, братья и сестры Родители, чтоб Господь сохранил Наших деток Перед этим, когда мы спросим, как назвали Родители своих деток Мы спросим вас, родители Тяжелое время, опасное время Согласны ли вы Воспитывать своих деток В страхе Божьем Показывая им пример Своей жизнью И словом Показать им дорогу Господу к церкови Если согласны Скажите согласны Просите у Господа помощи И Господь поможет вам Господь сохранит Как сохранил семейство Ноя На всей земле Не было такой семьи Не знаю, Библии не было Закона не было Но страх Божий был И дети видели в отце В матери Божий страх И так же служили И были сохранены А сейчас, как вы назвали? Авенир Нелли Джазмин Джозеф Авела Авенир Первый и последний Авенир Хорошо Братья и сестры Будете молиться На наших деток Там, где вы Находите Детки Вы будете молиться За этих маленьких деток За вас тоже молились Когда вы Были маленькие Родители вас Пронесли Тата и мама Пронесли в церковь И братья тоже молились Так, чтобы будете Закрыть очки Зложить ручки И будете молиться За деток Чтобы Господь благословил Братья, мы возьмем на руки Подойдите Возьмем на руки Деток Да Хорошо Братья и сестры Будете молиться Просить Господне Благословение Все взяли? Да, сынок Будете молиться Авенир Встаньте там Братья и сестры На свои ноги Молимся Просим Господня Благословения Молодец, сыночек Вытремал Я думал, что плакать Будет Мой дом Я служить Я служить хотим Тебе, Христос Христос Лишь одному Но дай мне силы Самому Послушным быть Рабом Твоим Но дай мне силы Самому Послушным быть Рабом Твоим О, помоги В поступках Сей Быть самому В пример Для тех С которыми Я должен жить Которым Должен я Любить Всегда Лишь мыслью Санятя Чтоб я И вся Моя Семья Возвыглив Сердце Нашим Храм Твоим Спасительным Словам Воскреблив Сердце Нашим Храм Твоим Спасительным Словам Вы знаете, эту историю, конечно, я только напомню вам, когда Иосиф деток своих привел. Одежда Этого старичка и одежда этих детей была большая разница. Этот старичок носил простую одежду, а сыновья эти, эти дети носили богатую одежду. Но отец привел своих деток, чтоб руки отец положил на них. И слово сказал. И он положил. Может, не так, как сыну нравилось, он взял, не так, положил руки. И сын хотел переложить эти руки и говорил, отец мой, отец мой, уже старость, уже не так, не так, вот так надо. Знаю, сын мой, знаю. Но так вот будет. Господь так определяет. Мы хотели, мы, братья и сестры, и молимся пред нашим Господом, чтоб милость Божия и благословение Божие было на нас и на наших деток, дедушки, бабушки. Благословляйте своих внуков. Молитесь за них, чтоб Господь благословил. Не показывайте плохой пример в одежде, во внешности, в словах своих, в делах своих. Благословляйте хорошими делами. И Божья милость будет всегда над вами и над вашими внуками, и детьми вашими. Слава стариков, дети у детей. Павел, еще раз так покажи всех наших родителей. Хай Бог благословит. Пожалуйста, можете садитесь. Брат Петр сделает объявление. Хай Бог благословит вас. Пожалуйста. Пожалуйста.